Какая погода хорошая! Уже весна-весна! Вот же листики даже смотрю на деревья появляются. А я выношу мусор. Сколько человек, да, отходов все время после себя оставляет. Сколько вот этого мусора мы ежедневно выносим. Еще у меня был такой случай, что я с мусором ушел на остановку. А еще был случай, когда я вместе с мусором выкинул рюкзак в контейнер. А у вас были такие случаи, чтобы вы выкидывали вместе с мусором какие-то свои вещи? Счастливого пути! Если с утра есть время, то мы гоняем с Таней завтракать на заправку. Представляете, мы завтракаем не дома, а на заправке, как туристы. Нам очень нравятся сосиски, хот-доги, которые делают на заправке ОККО. Весна! А день свой, конечно же, рабочий, начиная с просмотра ежедневника. А вы ведете ежедневник? Напишите в комментариях. Сегодня со мной работает вместе моя дочка Евгения. Всем привет! Всем привет! У нее сегодня выходной, а у меня сегодня день отца. Вот, и дочка говорит, что ты так и будешь весь день работать, пока я у тебя в гостях, давай попьем чайку. Вот мы сейчас поставили с ней чайничек и будем пить пуэрчик. У Женьки есть вот такие вот животные. Жень, расскажи, как они называются? Пэтшоп. Все называются пэтшоп? Ну да. А что такое пэтшоп? Пэтшоп это звери, у которых есть хозяйка, они зоомагазины, и девочка может с ними разговаривать. Прикольно. У тебя таких много? 45. 45? Да, 45. 45 таких вот маленьких засранцев? Они не засранцы. А как они называются? Можешь про них рассказать? Литтлэст Пэтшоп в 1989 году их выпустили, и они были вообще вот не похожи. Просто были такие реалистичные звери, кошки были с такими пушистыми хвостами, а вот сейчас, в 2017 год, они вот такие вот все. Прикольно. Можно поставить? Да. Офигеть. Все, какие наряды у них тут. Ну да. И ты такие ими играешь, да? Да. Прикольно. Вот буквально месяц назад у меня их было 22, а теперь 45. 45? Да. И ты думаешь, когда тебе будет 80, сколько у тебя будет пэтшопов? Ну не знаю, миллиард. Миллиард? Ну ты будешь заниматься ими всю жизнь? Нет. Ну на сколько это увлечение? Ну не знаю, это 2 года, может. На пару лет. Прикольно. Чего-то такие вот. Уже есть пэтшопы. Смотри какие. Тоже. Тоже вот очень похожи. Да, и вот свинка. Только без нос. Тоже животное. Но это не животное, это питомцы чайные. Они любят пить с нами чай. Интересно, этик. Можно чайный бливать? Этик не надо обливать чай. Почему? Я думаю, что не стоит. Мне жалко. Я принимаю тебя в чайную сфору. Сию пью чай. Если прикоснуться к истории появления браслетов из паракорда, то каждый, наверное, из вас помнит тот факт, что когда было время войны во Вьетнаме, американцы брали парашютные стропы, тот самый паракорд, и плели из него браслеты. Также использовались пуговицы от кителя, и чаще всего эти пуговицы были с кителя погибшего товарища, дабы увековечить память о погибшем бойце. Собственно, я тоже решил сделать браслет в стиле минимализма, петля пуговица. В качестве пуговицы мы придумали такой вот щит. Это бронза. Бронза с посеребрением. Сзади на этой пуговице есть мой ТЭК Любомир. И браслеты я сделал пока два вида. Сегодня сижу, продумываю, как сделать можно еще. Это браслет-костичка. Соответственно, у него здесь петля. Цепляется защит и никуда уже не денется. Очень удобно, минималистично и прикольно. И такой вот браслетик маленький. Это уже микрокорд. Тоже петля, пуговица. Очень удобно и просто. Приехали на открытие клуба Фортис. Наконец-то у нашего каратэ-клуба есть свое помещение. Вот, что я хочу сказать. Наконец-то у нашего клуба Фортис есть свой дом. К этому тренера шли очень давно. Я помню, как в Рыбаковке Иван Иванович говорил, что детям нужен хороший зал. Детям нужны зеркала. Дети должны видеть, что они делают. У них должно быть то место, куда они приходят и чувствуют себя как дома. Это огромная работа, огромный труд наших тренеров, старших спортсменов, которые здесь занимались ремонтом. Мы видели вот эти вот фотографии. Их, наверное, надо будет потом как-то опубликовать и показать, как это на самом деле все происходило. То есть клуб построен собственными силами. 20 лет это все были какие-то съемные школьные залы, грязные полы. Вот постоянная проблема с какими-то моментами арендованных залов. И никогда не было зеркал. Они на самом деле нашему спорту очень нужны. Никогда не было стационарных груш. То есть не было тех условий. И сейчас, наконец-то, мы можем тренироваться. Главное, что вы можете тренироваться. И я думаю, что в этом зале мы еще воспитаем не одного чемпиона Европы, чемпиона мира. Большое спасибо вам всем. Это было бы в таком тяжелом состоянии. Здесь стояла машина, тонн, наверное, 30, печатная. Все было, ну, там отдельный вход был, здесь не было. Был просто ужас. Но само помещение, оно как бы, ну, располагает быть будущим спортивным залом. Длинный здесь холл есть. И все-таки решили взяться. Но я, наверное, не знал, на что я подписываюсь. Я просто не понимал. Ну, я очень этого сильно хотел. Я хотел, чтобы хватит уже. Это 31-я школа. Она классная. Ну, уже устал за все время. Ну, от таких спортивных залов. Шлагбауму поставили, а не подъехать. Да, шлагбауму поставили. Вот понимал, что это нужно. Но если бы не поддержка, ну, в первую очередь, родителей. Если бы, наверное, на первом месте это поддержка моей жены, потому что Катя меня всегда поддерживала. И я даже иногда уже опускал руки, думал, да не, ну я начинаю как-то это все просчитывать. Ставить впереди Европа, там, Благария. Ну, куча поездок разных. Я понимаю, что тут можно много времени здесь. Тут появился Шевченко Саша, который сказал, Иваныч, надо делать. Я говорю, Саша, надо делать, все будем делать. Говорит, я сделал. Я уезжал на неделю в Болгарию, а работы не прекращались. Постоянно стройка шла, постоянно эти ремонты, ремонты. Пол заливали там 12 сантиметров стяжки, бетон местили. Ну, в общем, куча всего. И хочу сказать большое спасибо, потому что без вас всех не было бы никогда этого зала. Все хорошо, что есть там Иван Иваныч, но Иван Иванович один, он просто один. А с вами мы команда. Так что большое спасибо вам. Все жили. Ура! Мы скажем, без селфи. И даже существенное разрезание праздничного торта. Будет смерть и покровче. А, не жалко, не жалко. Мы очень больше не понравились. Что, Женя, не понравилось тебе на этой клуба? Что больше всего понравилось? Не знаю, потому что мне понравилось. Я люблю, и торт понравился. А клуб? Тоже крутой. Только маленький. Маленький. Не часто приходится работать с белым паракордом, но когда меня просят что-нибудь из него плести, я радуюсь как ребенок. Потому что изделие, на самом деле, из белого паракорда получается офигенное. Единственный минус в том, что это быстро пачкается. Но, опять же, если вы девушка, то браслеты реально классные. Смотрите, друзья, какой офигенно крутой белоснежный браслет. Это сейчас еще не так хорошо камера передает цвет. А на самом деле он очень яркий. Я даже не могу его сфотографировать, чтобы передать именно всю его сочность. Если вспомнить свои школьные годы спортивные, то в спорте я задерживался мало. Единственное, что я могу вспомнить, это два с половиной года где-то в школьной волейбольной сборной. И года полтора рукопашный бой. Мне очень нравилось заниматься рукопашным боем. У меня было такое кимоно стального цвета. В то время мало у кого было кимоно. Я был одним из самых модных рукопашников. Но как-то на лето мы ушли в отпуск. На перерыв, так сказать. И это лето было таким переломным в моей жизни. Я познакомился с сигаретами, с вином и с плохими ребятами. И мы все лето сидели на стройке, немножко выпивали, уже тусили с девочками, играли на гитаре и курили сигареты. И когда настал момент уже школьной поры, сезона очередных тренировок, то мне почему-то дико расхотелось быть спортсменом. И больше хотелось быть шпаной и хулиганом. И поэтому я и мой друг Дима мы забили на тренировки. В отличие от меня, Дима тогда уже был КМС по самбо. И тренер названивал ему домой. Очень сильно хотелось, чтобы он вернулся. И Дима не ходил на тренировки, но еще выезжал на сборы, потому что был сильным спортсменом. Но в итоге он тоже забил на все это дело. И мы перестали быть спортсменами. Моя дочь занимается уже второй год, ей очень нравится. У нее неплохие результаты. Надеюсь, что она не перегорит. И у нас очень крутой тренер, поэтому я думаю, все будет хорошо. Новочинский, Павел! Новосибирск 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 Новосибирск